Берлин, Стамбул, Лондон, Париж, Мадрид, Прага, Тель-Авив. На европейской карте уже не осталось столиц, куда ЦСКА не приезжал в роли главного фаворита. В финал четырех Евролиге без ЦСКА уже представить практически невозможно. Одиннадцатый раз армейцы за последние 12 лет выходят в финал четырех. И это само по себе уже достижение. На этот раз Италия, Милан готов к показу баскетбольной моды. И на этом подиуме удивлять придется не только фанатов, но и соперников. Вопрос самой популярной команды финала четырех отпадает сам собой. Желтое море болельщиков. Вечные просьбы помочь найти лишний билетик. Кажется, весь Израиль приехал в Милан на выходные. Удивительно, потому что в этой паре фаворит именно ЦСКА. И последние два матча этих команд месяц назад закончились убедительными разгромами. Тем не менее, вера привела несколько тысяч болельщиков на Милан-арену. Да и баскетболисты Макаби не чувствуют себя аутсайдерами. На матч приехали в строгих костюмах, словно звезды шоу-бизнеса. Армейцы на их фоне куда скромнее. В клубных цветах без лишней помпы. Уверенные в себе и со спокойными, но сосредоточенными лицами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые минуты матча доказали уверенность армейцев в своих силах. Миссина ставит большой состав и снижает все риски. Все строго и надежно, исключая все возможные ошибки. А героем первых минут становится Саша Каун. 10 из 12 очков на счету российского центрового. Именно его уверенность заставляет Блата тасовать свой состав, как колоду карты. Дэвид Блат давно получил прозвище волшебник. Еще до того момента, как ему было присвоено звание заслуженной тренер России. В его карьере множество матчей, которые выигрывались чудом. Причем во всех решающих поединках его команды, в том числе и сборной России, играли лучше групповых этапов и регулярных сезонов. Так и получилось в пятницу. Уступая по ходу матча в 15 очков, он продолжил верить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое чудо. Армейцы растеряли свое преимущество и позволили затащить себя в концовку, где все решала удача. И даже в такой ситуации Сони Вим забивает важный бросок и одной ногой шагает в финал до окончания матча 19 секунд. И вновь Блат показывает фокус. Дэвид Блу из угла забивает дальний бросок, сокращая дистанцию до одного очка. Мессина берет тайм-аут. Мяч у армейцев в ситуации под контролем. Но снаряд становится куском мыла и вываливается из рук капитана команды Виктора Хряпе. Террис Райт делает забег через всю площадку и выводит Макаби в финал. Правда, был еще бросок отчаяния Сони Вимса, но мяч цели не достиг. Финальная сирена словно холодный душ для красно-синих. Победа ускользнула из рук. И прорвала плотину фанатов в желтых майках. Дэвид Блат стал автором очередного баскетбольного чуда. Но как он это сделал, даже сам не объяснил. Лишь признался, что дал в концовке команду не фалить. В надежде на ошибку армейцев. И это сработало. Может, слабость нашей команды именно, когда вещи становятся маленько под напряжением, мы не знаем, как сойтись вместе и не допустить этих вещей. И когда начинается небольшое давление, мы подаем какую-то панику. И все, что мы сделали в предыдущей трехчетвертей, не идет на смарку, готовится. И даем противнику вернуться в игру и довести дело до конца, что сегодня мы сделали. Команда проиграла за то, что сбилась на индивидуальную игру в четвертой четверти. В принципе, всю игру играли очень хорошо. Настрой был сумасшедший. Все ребята поддерживали друг друга. В зависимости от ситуации. У кого были хорошие, плохие моменты. Только, наверное, с последних двух атак, третьей четверти, когда было плюс 15, дали забив сразу трешку, двушку, стало 10. И всю четвертую четверть играли в основном один в один, как в нападении, так и в защите. Произошедшее, так скажем, полностью опустошило морально, эмоционально. Матч за третье место никто не отменял. Надо постараться не уходить в себя, потому что очень тяжелый момент. И надо постараться сыграть его достойно. Баскетболисты ЦСКА покидали арену обреченно. Безрадостные лица и пустота в глазах. Впереди еще матч за третье место в воскресенье, для которого потребуются новые эмоции. Субтитры создавал DimaTorzok